Девушки отдыхают Набирая команду, Джек предпочитал нанимать не самых лучших с точки зрения оценок выпускников Элита колледжей, объяснял он, легко попадает в тупик, когда сталкивается с трудностями в реальном мире Для тех, кто приезжал из-за границы, работа в Алибаба была не сахар Платили в компании мало Самые первые работники получали хорошо, если 50 долларов в месяц При этом трудиться приходилось 7 дней в неделю, часто по 16 часов в день Джек даже требовал, чтобы сотрудники жили максимум в 10-минутной доступности от офиса Затращивая таким образом минимум времени на дорогу С самого начала Алибаба действовала в стиле корпоративной этики силиконовой долины Когда каждому сотруднику предоставлялись опционы на акции на 4-х летний период Это до сих пор редкость в Китае, где традиционная установка в частных компаниях Босс как император, для которого сотрудники приходящие, а зарплата произвольная По мере того, как сайт alibaba.com за счет бесплатных сервисов набирал популярность Команда в Ханчжоу боролась с тем, чтобы поддерживать объем входящих электронных писем Служба работы с клиентами Alibaba иногда выступала в роли бесплатной техподдержки Отвечая на вопросы о том, как перезагрузить компьютер Но преданная своему принципу клиент на первом месте Alibaba решила отвечать на каждый имейл в течение двух часов Соучредитель Саймон Сё вспоминал, что Джек держал команду, был ее культурой, ядром Джек приветствовал новых сотрудников отрезвляющим приветствием и обещанием А затем одним из своих любимых высказываний Сегодняшний день жесток, завтрашний еще более жесток Но послезавтрашний прекрасен Правда, большинство людей умрет завтрашней ночью Они не смогут увидеть солнечный свет после завтрашнего дня Али Рен должен увидеть его Сооснователь компании Люси Пен, первая заведующая отделом кадров Alibaba А потом ее директор по персоналу, Chief People Officer Также играла важную роль в процессе найма и формирования культуры компании В 2000 году Гарвард Бизнес Скул провела исследование культуры компании И Люси тогда заявила, что сотрудникам Alibaba не нужен опыт Им нужны хорошее здоровье, хорошее сердце и хорошая голова Когда количество пользователей сайта выросло, другие китайские компании начали использовать его для связи как друг с другом, так и с внешним миром Предсказывая запуск торговой площадки на китайском языке для оптовиков Китая, ищущих домашние торговые сделки Несмотря на это, Alibaba по-прежнему сталкивалась с трудностями в привлечении людей в электронную торговлю Кого-то высокие цены заставляли отказаться от покупки компьютеров Кому-то не хватало персонала, разбирающегося в информационных технологиях Еще более значимым препятствием была повсеместная нехватка доверия Поставщики беспокоились, что покупатели, которых они никогда не видели, могут никогда не оплатить свои заказы Клиенты из-за границы переживали по поводу качества товаров Не окажутся ли они подделкой или с дефектами Либо о том, что доставка никогда не приедет Alibaba не могла достать волшебную палочку и сделать так, чтобы подобные риски исчезли Об этом Джек говорил в СМИ Мы всего лишь платформа-посредник для торговых представителей Но мы не несем юридической ответственности Компания продолжала работать, как доска объявлений для торговли Но другие фирмы, например, MidChina, не скрывали своих планов по расширению сферы исследований рынка Проверки кредитной истории поставщиков Проверок качества, доставки, страхования, системы платежей Джек считал, что это преждевременно Маленькие и средние компании пока не доверяют онлайн-транзакциям И мы верим, что нынешняя банковская система достаточно хороша для маленького бизнеса Пока наши пользователи чувствуют, что она простая Они будут выбирать осуществление операций офлайн Alibaba изо всех сил старалась говорить о себе на языке понятным инвесторам У нас действительно пока нет четкой бизнес-модели, признавал Джек Если вы вспомните поисковый сервис Yahoo Книжный магазин Amazon Площадку для аукционов eBay То поймете, что Alibaba – электронный рынок Yahoo и Amazon – не идеальные модели И мы все еще пытаемся понять, что лучше Деньги Goldman помогли, но приверженность принципу бесплатных объявлений Означала, что Alibaba вынуждена скоро будет снова искать финансирование Кроме того, проблем добавляло открытие нового офиса в Гонконге И еще одного в Шанхае Которые Alibaba анонсировала как свои новые китайские представительства Для привлечения новых покупателей Alibaba начала проводить в парадных залах отелей Собрания для представителей малых и средних предприятий Small and Medium Enterprises SME Расставляя столы таким образом, чтобы сгруппировать вместе компании Из близких сфер производства Несмотря на лихорадочный темп эпохи интернет-пузыря И усиливающееся чувство неизбежности того, что он скоро лопнет Джек начал подавать признаки беспокойства Я побывал в Ханчжоу несколько раз в конце 1999 и в 2000 году И был свидетелем того, как Alibaba разрослась из квартиры в Лейксайт В сеть гораздо более просторных офисов Я никогда не видел, чтобы Джек терял самообладание Даже когда он однажды помял крыло своего автомобиля Во время парковки у ресторана, куда пригласил меня на обед Я всегда радовался его визитом в Ханчжоу Проводить время с Джеком было очень весело И я всегда с удовольствием смотрел достопримечательности города Однажды жена Джека Кэйти взяла меня в поездку на знаменитые чайные плантации Лон Дзинь Дрэгон Уэлл, которая включала и прогулку по бамбуковой роще, расположенной неподалеку Это был в буквальном смысле глоток чистого воздуха после Пекина Джек в то время проводил большую часть времени за пределами Ханчжоу Он посещал промышленные и инвесторские конференции В январе 2000 года мы оба были приглашены произнести речь на организованном студентами мероприятии в Гарварде Я встретился с Джеком до конференции Мы шли по ледяной тропинке вдоль берега реки Чарльз, и я заметил, что одна из сопровождающих снимала эту сцену Позже я узнал, что она делала это уже на протяжении нескольких лет На конференции присутствовали и некоторые другие китайские интернет-предприниматели Причем большинство из них имело гораздо более сильный академический бэкграунд, чем Джек Некоторые недавно вернулись в Китай Например, Шао Ибо из Иснет, который учился в Гарварде Там был и Питер Иб из China.com Но Джек быстро стал звездой вечера Особенно, когда признался аудитории, что на самом деле не имел представления о том, какая бизнес-модель у Али Баба Затем добавил И тем не менее, я получал инвестиции от Goldman Sachs Джек упивался вниманием, которое он получил в Гарварде И даже прозвищем Crazy Jack, Безумный Джек Которым его вскоре после этого наградил журнал Time Особенно ему нравилось рассуждать об иронии судьбы, заключавшейся в том, что он не был принят в Гарвард Но позже был приглашен туда выступить с речью Я не получил гарвардского образования, я приехал в Гарвард дать его Джек всегда пренебрежительно отзывался о бизнес-школах Не обязательно учиться в MBA Большинство MBA-выпускников бесполезны Разве что они вернутся после MBA и забудут то, чему их там научили Тогда они станут полезны Потому что школы дают знания, а чтобы начать бизнес, нужна мудрость Мудрость приобретается через опыт Знания можно приобрести тяжелой работой Инвестиция SoftBank Одной из причин, по которой Джек был на таком подъеме в Гарварде Заключалось в его готовности вот-вот объявить о еще одной важной вехе в истории Alibaba 20 миллионов долларов финансирования от японской инвестиционной фирмы SoftBank Это и последующее инвестирование сделало SoftBank держателем крупнейшего пакета акций Alibaba Сделка была подготовлена Goldman Sachs SoftBank искал возможности для инвестиций в технологические компании Китая Когда Марк Шварц, тогда президент Golden Sachs в Японии, сказал Masayoshi Sonu, основателю SoftBank, про растущий портфель инвестиций банка в технологические акции Китая В октябре 1999 года Джек оказался одним из нескольких предпринимателей, приглашенных на встречу с Masayoshi Sonu в одной из серии быстрых сессий между китайскими стартапами и японским миллиардером Их организовал Чон Сишей, президент SoftBank China Venture Capital Джек и Masayoshi встретились в Fuhua Mansion в Пекине Их диалог стал началом длительного сотрудничества, который со временем сделает Masayoshi Sonu самым богатым человеком Японии Его поддержка Джека, случившаяся всего за несколько месяцев до краха доткомов, изменила судьбу Alibaba